Добрый вечер! В эфир информационная программа «День города» в студии Алиса Харлина. И вот главная тема сегодня. Безбожная или улица Кадырова? Придется ли рязанцам менять адрес прописки? Товарищество автомобильного передвижения? Изменилась ли с годами работа таксистов? Возможность заработать и попасть в эфир в Рязани пройдет самая умная и скоростная викторина «Бегущий косарь». В ближайшие часы, дни и недели всех болельщиков захлестнет волна аналитики про проблемы российского футбола. Сборная России разгромлена в решающем матче Евро-2016 и едет домой. Кто-то списывает неудачу на просчет тренера, другие так и не поняли игру в три форварда, третий вовсе считают, что место сборной России не на футбольном поле, а за столом интеллектуального клуба «Что, где, когда». Накануне чемпионата Европы команда блестяще одолела сложные вопросы, а вот на Евро-2016 провалилась. Сегодня мы обсудили эти болезненные для фанатов моменты с лучшим рязанским арбитром последних лет и тренером Виталием Федуловым. Мы, наверное, патриоты своей страны, своей сборной и в глубине души мы, конечно, надеялись, что случится чудо и наша сборная поднимется как можно выше, но, к сожалению, специалисты, наверное, предполагали, что это сделать будет очень тяжело, то есть невыразительный товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы. По словам Виталия Федулова, на данный момент в сборной России сильнейшие игроки, да и начали неплохо. А проигрыш не только на совести тренера, были в свое время и другие громкие имена, которые, по словам болельщиков, не оправдали надежд. Затянулась, наверное, смена поколений и вот те люди, которые в 2008 году были на пике в своей форме, они уже сходят, кто-то остался, на замену им пришли единицы. Но дети по-прежнему с удовольствием идут в спорт и гоняют мяч. Другое дело, что сейчас у подростков больше сам выбор увлечений и альтернатив. Виталий Федулов часто напоминает своим воспитанникам, как важно следить за успехами и других команд. Меня поражает некоторая команда, допустим, такая, как Албания, маленькое государство. Пусть она сейчас не вышла в следующий этап, но настолько у нее была самоотдача, желание что-то показать, добиться. И, будем так говорить, потрепал нервы своим соперникам. То же самое сборная Исландии. Чемпионат Европы стал общей темой для тысяч футбольных фанатов. Это тот жаркий период, когда не выбираешь, какой матч смотреть, а какой пропустить. Главное, из любой игры извлекать правильные уроки. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А есть такие, от которых и осталось 10 покосившихся домиков, а общественникам все нет покоя. То предлагают снести и застроить высотками, то переименовать. Но почему при наличии такого количества местных героев и замечательных людей, в Рязани должна появиться улица имени человека, который не бывал у нас даже проездом? Превратится ли все-таки безбожная в улицу Кадырова, расскажет Марина Комиссарова. Существует поверье, что имя человека влияет на его характер и судьбу. То же самое можно сказать о наименованиях улиц, парков и других городских объектов. Они не должны вызывать дискомфорта у жителей города. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудерговский канал имени бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. Назвать объект в честь лидера Чеченской республики, погибшего 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, рекомендовала городская топонимическая комиссия. Вопрос вызвал бурю обсуждений. Противники устроили митинг, собрали подписи против такого решения. Но мост все равно назвали именем Кадырова. Тогда же, неделю назад, в сети интернет, в социальных сетях, появилась информация о том, что в Рязани именем погибшего президента Чечни назовут улицу. Якобы по аналогии во многих городах России такие переименования произойдут. Но эта история началась, наверное, с наименованием моста в Санкт-Петербурге. Теперь появился мост имени Ахмата Кадырова. Но и по аналогии, наверное, они решили, что и в других городах это будет. У нас в городе не будет улицы Кадырова. Я всем телезрителям об этом профессионально заявляю. Вопрос о переименовании. Улицы Безбожной бурно обсуждаются уже не первый год. Весной 2013 года среди рязанских жителей даже было проведено голосование, где горожане отдавали голоса «за» или «против» того, чтобы название навсегда ушло с городской топонимики. Учитывая ситуацию в стране, политический режим, общее настроение, эпохи, то названия были даны выбраны с лунтки советской, отражающие советскую ментальность 20-х годов 20-го века. Отсюда название, то, что сейчас про Майских проспектах, была улица Красная Армия. Отсюда название других объектов, например, есть Пионерский переулок. Улица Магэс, честь Московского областного электростанства, дала электричество основным районам Рязани в 20-е годы. И в том числе появились первая и вторая безбожные улицы. Почему в то время отношения между государством и постным церковью были сложными, и поэтому это была эпоха воинствующего атеизма. По мнению некоторых рязанцев, само название улицы безбожная, неблагозвучно и вселяет подсознательный страх. Но вот какое имя дать улице взамен – вопрос открытый. Проблемами наименований городских объектов занимается Рязанская городская топонимическая комиссия. Этот совещательный орган был образован почти 30 лет назад. В состав его вошли представители различных профессиональных сообществ. Историки, архитекторы, краеведы, деятели культуры, архивисты, библиотекари, ученые, представители городских ведомств. Мы для себя решили не давать именных названий. Потому что неизвестно, сегодня человек-герой, а лет через 50 он вдруг окажется каким-то врагом, не дай бог. Поэтому лучше от этого отойти. И мы от этого отошли. Даем совершенно другие названия. И опять вернули те принципы, по которым улицы назывались до революции. Исторический аспект, географический аспект, культурный аспект, профессиональный аспект и так далее. После 1917 года в Рязани за несколько десятилетий переименовали практически все улицы. Привязка к топонимам исчезла, и Рязань стала похожа на любой другой город России. Все те же улицы строителей, Ленина, имени героев-революционеров. Академик Дмитрий Лихачев называл то время топонимическим Чернобылем. Процесс переименования городских объектов происходит до сих пор. Прежние названия возвращены 17 улицам и 4 городским паркам. Не все нынешние наименования получили широкую известность. Например, парк возле городской администрации в народе по-прежнему называют Наташкиным, хотя ему давно возвращено историческое название – Верхний городской сад. Поэтому неизвестно, приживется ли в случае переименования к Безбожной другое – новое имя. А вернее – прежнее, историческое. Тем более, что здесь располагались улицы 1 и 2 Банная. По мнению специалистов, переименовывать в скором времени ничего не потребуется. На две Безбожных улицы осталось всего семь ветхих домов. Их скоро снесут, а новостройки присоединят к близлежащим вокзальной и Первомайскому проспекту. Сегодня многие из вас добирались на работу на такси и даже не придали значения, что вместе с пожеланием водителю счастливого пути могли поздравить его с продолжением нелегкого шоферского дела. Именно в этот день, в далеком 1907 году, какой-то чудаковатый водитель повесил к своему небольшому старенькому автомобилю плакат «Извозчик такса по соглашению». Это и было первое такси, и даже спустя два десятилетия в столице таксовало всего 200 автомобилей такси марок Реной Фиат. А свой небольшой коллектив водители назвали «товариществом автомобильного передвижения». Времена, когда дневной тариф составлял 40 копеек за версту, а ночной – 60 – давно в прошлом. А вот сама работа почти не изменилась. Разве что клиент вызывает машину не через центральную станцию по приему заказов, а из любой точки города в любое время суток. Здрасте, оттенка 36 вызывал. Да, представь, пожалуйста. Ктава, один-один с пассажирами, поехал. Солнце в зените, а водитель Александр уже и со счета сбился. Какого клиента по счету везет сегодня? Уже и футбольный матч обсудили, и выяснили, как на семейном фронте, и как погода сказалась на работоспособности. Бывает, даже не успеешь, как говорится, и рота раскрыть, клиент уже сам тебе начинает рассказывать, что вот куда он едет, к родным, близким, день рождения и так далее. Такому терпению любой психолог позавидует. Садясь в такси, почти любой пассажир от расфуфыренной дамочки до солидного бизнесмена готов выложить водителю все как на духу. И ты должен все к этому прислушаться, понять человека, может что-то посоветовать. Иногда и сам поплачешься, грубо говоря. В эту нелегкую профессию Александр пришел 17 лет назад. Из-за травмы пришлось отказаться от спортивных достижений в футболе и перестроиться на спортивный интерес. Не опаздывать клиентам и всегда оставлять хорошее впечатление. На диспетчер очень многое зависит, потому что она должна знать город хорошо, чтобы назначить машину, которая быстро подъедет. Особенно приятно с шиком подвезти пассажира, который больше 10 лет пользуется услугами одной и той же фирмы. Да, есть, потому что за столько лет, когда же бывает подъедешь, приятно слушать, говорит, ой, это вы приехали, значит день удастся. Он проедет завтра, послезавтра и так далее. Ему приятно, что в час пик приезжаешь. Александру нравится просыпаться вместе с родным городом, Юрка проезжать по знакомым улочкам и показывать достопримечательности приезжим. Такого из окна междугороднего автобуса, который он водил около 7 лет, не увидишь. Каждый день новые люди и свежие впечатления. Я даже вижу, подъезжая к остановке, если люди, я уже вижу, где мой пассажир. Можно сказать, чувствую его нутром. А вот клиенты попадаются разные и ладно бы только под градусом. Бывали в жизни таксистов случаи, после которых водители просто меняли работу, говорит Александр. Здесь человеческий фактор на первом месте. Сегодня с попутчиками снова повезло. До свидания, всего хорошего. Полный бак бензина, хорошее настроение и рация на случай, если придется, выручать коллегу. Вот и все главные инструменты таксиста. И жены давно привыкли спокойно относиться даже к красивым пассажиркам. Такая работа. И мы желаем, чтобы люди, которые ее выбрали, не разочаровывались в своих клиентах. А следующая информация будет интересна всем, кто готов поправить свое материальное положение и попасть в эфир. Все, что для этого нужно, на всякий случай проштудировать энциклопедию и внимательно смотреть по сторонам. Нет ли поблизости ведущего самой умной и скоростной викторины. Шоу «Бегущий косарь» наш партнер канал Че презентовал в конце 2015 года как один из самых высокобюджетных проектов на российском телевидении. После успешного марафона в Москве и Краснодарском крае настало время проверить знания рязанцев. 28 июня почаще оглядывайтесь. Возможно, за вами уже гонится ведущий программы «Бегущий косарь» и вездесущая камера телеканала Че. Этим летом Алексей Жиров покинет пределы столицы, захватив с собой очень много новеньких хрустящих купюр. Не щадя ног своих, он пробежится по улицам Рязани, чтобы раздать денежные подарки самым быстрым и интеллектуально подкованным. Если вы любознательны, не боитесь разговаривать с незнакомцами и умеете быстро отвечать на любые вопросы, у вас есть отличный шанс проверить свои знания и заработать денег. Продолжите стихи Федора Тютчева «Умом Россию не понять» А жену, в общем, неизвели. И вы заработали тысячу рублей своим умом. Это программа «Бегущий косарь». Все по-честному. Мы бежим, вы зарабатываете. Узнать такого щедрого ведущего очень просто. Белые футболка и кепка, а главное, много купюр в руке. Он очень быстро бегает и также быстро задает вопросы прохожим. Если ответ верный, то человек получает тысячу рублей. За одну программу жиров с легкостью марафонца пробегает 10 километров и успевает вручить счастливчикам около 50 косарей. Не пропустите 28 июня на улицах Рязани. Когда-то взять в руки молот кузнеца не брезговали ни цари, ни боги. Достаточно вспомнить царя Петра I и Гефеста. Умельцев, способных укротить металл, называли хитрецами и связывали их деятельность с волшебством и суевериями. Нам посчастливилось своими глазами увидеть, как сегодня закаляется сталь, а затем превращается в виноград, улиток и певчих птиц. Профессия кузнеца во все времена была овеяна мифами и легендами. По сей день в мире, где машинное автоматизированное производство, казалось бы, вытесняет ручной труд, кузнечное дело живет и процветает. Кузнецы в любой эпохе – это неутомимые труженики, имеющие дело с огнем и ковкой металла, послушными только искусным рукам. Пять лет назад Денис познакомился с именитым мастером – Александром Акимовым, который уже несколько десятилетий покоряет металл. Тогда я занимался активным поиском предназначения, чем заниматься по жизни. Меня очень привлекало творчество, которое связано с прикладными искусствами. Сначала я занимался резьбой по граниту. Это была ритуальная мастерская, одна из рязанских мастерских. Но так сложилось, что немножко не пошло, и предоставилась возможность. У меня знакомая была, которая попросила поучаствовать в работе мастерской творюки рязанской. И какое-то время я там поработал. За это время я смог познакомиться с металлом, с физикой металла, с работой по металлу. И меня это привлекло очень тоже. Прадед Дениса работал кузнецом. В селе Троице неподалеку от красильников по сей день стоит кованая ограда, изготовленная прадедом Дениса. Сам Денис занимается изготовлением предметов интерьера, которые пользуются популярностью у ценителей настоящего искусства. Такие вещи не только исполнены качественно, всегда представляют собой эксклюзив, но и заряжены особой энергетикой мастера. Большинство кузнецов, а с кем я общался это стопроцентно все, считают, что свой инструмент нужно оберегать и никому в руки не давать. Потому что инструмент он заряжен своей энергетикой. И молоток тот же самый, он хорошо в руке сидит только тогда, когда он стопроцентно твой, заряжен тобой. По поводу женщин, есть тоже одно соявление, что их не надо пускать в кузницу, но сегодня у нас исключение. Что еще можно сказать? Разжигать огонь тоже. Есть определенные правила. Огонь разжигается от благородного огня, а благородный огонь – это древесина. Профессия кузнеца требует от мастера хорошей физической подготовки. Так было всегда. Не каждый воин рискнул бы помериться силой с кузнецом. Сила кузнецов воспитывала многих литературных произведениях разных эпох. Считали мастеров кузнечного дела знахарями, лекарями и людьми, способными изгонять злых духов. Основываясь на подобных поверьях, создал Гоголь своего кузнеца в акулу. Поговаривали, что сам сварок покровительствует корчем. Было что-то мистическое в процессе производства, когда из куска металла под воздействием сильных коротких ударов молота получалось необычайной красоты или причудливой формы изделия. Таким был этот день. Еще больше новостей и авторских программ смотрите на нашем сайте город62.тв. Хорошего вам вечера и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин